Здравствуйте! Итак, вы на заслуженном отдыхе, у вас много энергии, хотите активно проводить время и жаждете общения. Для вас действуют университеты третьего возраста. Факультеты работают во всех районах республики и Улан-Удэ. На занятиях вы овладеете компьютером, научитесь грамотно распределять финансы, укрепите здоровье, самореализуетесь творчески. Особой популярностью среди пенсионеров, любителей путешествовать, пользуется социальный туризм. С каждым годом становится больше желающих посетить достопримечательности, памятные и святые места республики, музеи, театры. В прошлом году более 7 тысяч пенсионеров смогли воспользоваться такой услугой. Если вы, пенсионеры, проживаете в отдаленном населенном пункте, нуждаетесь в социальных услугах разового или срочного характера, специально для вас создан социальный экспресс. В дни социального обслуживания приезжают специалисты мобильной службы и оказывают социальную, консультационную и юридическую помощь. Семьи, в которых требуется уход за пожилым человеком или инвалидом, могут пройти специальное обучение. В школе ухода с пожилыми людьми и инвалидами в домашних условиях. С 2018 года обучение проводится и с выездом в районы республики. Всех желающих бесплатно обучат правильному и бережному уходу за родными и близкими. После 60 лет некоторые люди сталкиваются с синдромом старческой астении, снижение физической активности, общая слабость, потеря веса. Поэтому сейчас на базе республиканских медучреждений развивается гириатрическое направление. Что делает врач-гириатор? Он смотрит, насколько человек активен в повседневной жизни, что входит в его ежедневный рацион, в каком эмоциональном состоянии находится. После этого составляет индивидуальный план лечения. Физкультура, питание, тренировка памяти, симптоматическая терапия и не только. Получить направление к гириатру можно в своей поликлинике у терапевта. Он вас направит либо к штатному гириатру, либо за неимением такого в Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн. К сожалению, не все люди старше трудоспособного возраста полны сил и энергии. Помощь предусмотрена и в этом случае. Начнем с социального обслуживания на дому. Эта форма поддержки предусмотрена для тех, у кого есть полная или частичная утрата самообслуживания, кто не может самостоятельно передвигаться из-за травмы возраста или инвалидности. На такую помощь может рассчитывать и семья, в которой есть инвалид. Если постоянно ухаживать за родственником, нет возможности. Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, нужно обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства или пребывания, либо в автономные учреждения, оказывающие такие услуги. Не забудьте взять документы. Заявление рассматривают в течение пяти рабочих дней со дня приема полного пакета документов. При положительном решении еще в течение трех дней составляется индивидуальная программа обслуживания. С ней пенсионер или его представитель обращается в организацию, предоставляющую услуги социального обслуживания на дому с документами. Важно! Социальные услуги на дому предоставляются бесплатно лицам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, вооруженных и межэтнических конфликтах, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и тем, чей среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Бурятии. Рассмотрим на примере. Вы одинокий пенсионер. Ваш доход – 12 700 рублей в месяц. Это ниже полуторной величины прожиточного минимума семьи. А значит, вы можете бесплатно воспользоваться услугой социального обслуживания на дому. Если ваш доход выше полуторной величины прожиточного минимума семьи, то за услугу придется заплатить. В некоторых случаях предусматривается частичная компенсация. Сделать свой расчет можно на сайте министерства. Еще одна форма поддержки – приемная семья. Этот вариант подойдет одиноким дееспособным пенсионерам, одиноким супружеским парам, частично или полностью неспособным к самообслуживанию и нуждающимся в домашнем уходе. Если вы пенсионер и готовы стать частью дружной семьи, обратитесь в отдел социальной защиты населения по месту жительства. Понадобятся документы. Решение о постановке на учет, либо об отказе принимается в течение 10 дней. Приемная семья подбирается индивидуально. С каждым членом семьи проводят собеседование, оценивают будущие условия проживания. Если все устраивает, заключается трехсторонний договор. Обратите внимание, часть пенсии, не более 75% уходит в бюджет приемной семьи. Деньги идут на нужды и уход за пожилым человеком. Для тех, кто уже не может обойтись без посторонней помощи, есть программа стационарного обслуживания. В Бурятии для этого предусмотрены психоневрологические интернаты, дома для престарелых и инвалидов и комплексные центры социального обслуживания. Например, для проживания в доме-интернате необходимо обратиться в отделение социальной защиты населения, предоставить документы. Важно, размер ежемесячной платы для каждого человека рассчитывается на основе тарифов, утвержденных Министерством социальной защиты Бурятии. Но они не должны превышать 75% среднедушевого дохода пенсионера, получателя социальных услуг. Тем, кому за 75% одиноким инвалидам первой группы, достигшим 65 лет, инвалидам второй группы, достигшим 70 лет, имеющим в собственности благоустроенное, неопримененное жилое помещение, можно заключить договор пожизненного содержания. В Бурятии подобных договоров уже 14%. Из них 5 человек получают ежемесячную пожизненную ренту и проживают в своих квартирах. Размер ежемесячной пожизненной ренты составляет 21 800 рублей. Отмечу, что 9 человек получают социальное обслуживание в палатах повышенной комфортности в центре доверия. В Бурятии действуют 13 негосударственных организаций. Они предоставляют услуги социального обслуживания на дому и стационарно. При этом государство оказывает поддержку таким учреждениям. Например, в прошлом году из республиканского бюджета выделено свыше 30 миллионов рублей. Именно поэтому, выбирая поставщика услуг, государственное или частное, вы не увидите разницы в цене. Выбор остается за вами. Подробную информацию по программам вы можете узнать, обратившись в отделение социальной защиты по месту жительства, на сайте Министерства социальной защиты населения Бурятии и по телефонам. Все рассмотренные формы и виды социальных услуг создают основу для внедрения в Бурятии нового подхода к социальному обслуживанию системе долговременного ухода. На этом все. Это была программа «Социальный путеводитель». Знайте свои права и умейте ими пользоваться.